Это по аналогу, как вот, помните в свое время, допустим, стартовало, я хотел шуточный ролик сделать, но так и не сделал, там, я просто сюжет его озвучу, этого ролика, помните, такая была передача, Иван Гудман, не Гудман, Гурман, Бурман, это, прожектор Перес Хилтон, там Александр Цикало был, Светлаков, Потом, вот этот армянский, по моему, сейчас идет, она и сейчас идет, эта программа, а сейчас идет, да, заново запустили, вообще, и армянский этот, Марк Киросян, и Иван, я фамилию его забыл, Урган, а, Урган, а его Гудман назвал, ну, ничего страшного, они все библейского, так вот, я просто, может, кто-то услышит сюжет, который я делал, Я его делал монтажом, но я забросил, я посчитал, что развлекухи, это хорошо, а, все-таки, в первую очередь, знания, вообще, подача, насколько я понял, авторов, была очень грамотной, все ли обратили внимание, или не все, помните, старый, классический анекдот, собрались еврей, хохол, Кацап и Армянин, так вот, за столом, как раз-то, сидели, вот это, Цикало представлял сторону, украинскую, да, и так далее, там, Светлакову, русскую сторону, Гудман, этот, Гурман, еврейскую, ну, Армянин и, естественно, армянскую, вот, а я Я делал сюжет, ну, наброску, видеоряд, я брал их голоса, и монтажом хотел подложить, там не совсем получалось, когда за столом сидят Винни-Пух, кролик, пятачок, и надо было всунуть сову, роли я распределил, Они сами распределились, Винни-Пух, это Цикало, пятачок, это Светлаков, кролик, это Иван Гудман, а мудрая сова, это вот этот Армянин, и я так и не довел это, так оно и заброшено, этот монтаж на компьютере, ну, вот, ну, идея, я считаю, хорошая, если визуально смонтировать, то очень, до мой взгляд, получится классный ролик Пока все Знаете, я немного, алло? Я, я, я очень, я только слышала как-то это имя, Рахман Тор, но то, что он говорил в эфире, произвело, как мягко, так сказать, странное впечатление Этот Рахман Тор, о чем он, что он говорит? Извини, Оля, Рахман, а вообще, кто впервые слышит, идет это Вот этот, Рахман Тор Ну да, он, кстати, в любой момент может там добавиться А, он произвел странное впечатление Ну да, давайте, Оля, дадим высказаться Рахман Тор, прежде чем ты что-то скажешь в эфире, я тебе немножечко расскажу, Олечка Да, расскажите мне, да Да, чтобы судить о человеке, ты сначала набери, пожалуйста, Рахман в Ютубе и найди как раз-таки его сайт И вообще возьми просто и посмотри эти ролики Там есть очень много противоречивых, но, в общем-то, разных идей Поэтому я думаю, что считать прямо о человеке сразу и говорить, что там что-то не то или как-то очень странное впечатление Не-не-не, я просто вас Я сказала, что на меня произвел странное впечатление И я спрошу вас, какие у него такие вот интересные идеи? О чем он? Ну, я скажу так, что первое впечатление, оно не обманчивое Тут совершенно правильно как бы Это его не Рахман надо, я как даже, как же его назвать-то? Не Брахман, не Абдурахман, наверное, лучше всего будут назвать Иногда, вообще я тоже, иногда достаточно двух фраз, чтобы так вот судить о человеке Юра, поясни, пожалуйста Нет, это вы сильно загнулись У него там есть огромное количество работ, которые очень даже серьезные Но основное, что у меня, я вот для себя запомнил, что когда-то там у него есть такой ролик, где он рассказывает Вот разворачивает карту земли, ну ту, которую нам подали, которой мы пользуемся И говорит, вот смотрите, Австралия, это голова человеческая А Асия, это тело человека Венедия, ну то бишь Европа, это правая там, например, рука человека Африка, это левая рука человека А, естественно, ноги, это вот две Америки И люди, которые живут в Америке, зачем им думать о чем-то, когда у них, они ноги Вот, ну судя по тому, что нету ни Австралии, ни Америки То вообще вывод я сделал такой, что человек, да, развивается Да, замечательно развивается, да, славу поддерживает И это очень мне нравится Но слава один Распущённый, все остальные, будем говорить, пользуются им Вот и все А почему пользуются? Это мы посылаем ему это, поддержку, в смысле Знаешь, это же Я имею в виду, я не в том смысле, ну не в плохом смысле Я имею в виду, слава один посвящённый Все остальные ничего не знают Все высасывают из пальца Ну почему, я много о чём знаю, просто ничего не рассказывала ещё Теперь, я... Сейчас это, дифирамбы, спасибо, Николай Я кому заинтересовала, о каком ролике идёт речь Я скидываю ссылку на этот ролик в конференцию То есть Николай сообщал про этот ролик Вы не удивляйтесь, Рахман в ролике, у него лицо закрыто Вот, я этот ролик тоже когда-то изучил Там только одна фраза мне очень сильно понравилась Когда я услышал насчёт земли Что, по-моему, в этом ролике Помните, я много раз говорил, что вначале по умолчанию У нас вся ячейка была из земли А потом, грубо говоря, вот эти водные массивы Появились из-за непрерывной выработки Вот Понятно, что неподготовленному человеку слушать тяжело Я честно скажу, я сам настраивался Ну, относительно долго на его информацию Потому что мне надо было, ну, понять, да, некоторые моменты Но самый быстрый настрой произошёл, когда я непосредственно начал с Тором общаться в приват И тогда настрой произошёл очень быстро Потому что вот даже и со мной бывают Бывают люди, которые пока со мной лично не пообщаются Они могут, ну, разные, скажем так, отношения ко мне там испытывать Но когда вступает непосредственно в живой диалог То уже идёт настрой и уже, как бы, отношение другое Ну, что интересного? Что интересного Рахман рассказывает такое по делу? Много, много хорошего Ну, скажите, ну, два-три примера Он объясняет, например, что такое Вот для меня, например, очень важный этот вопрос Вот он объясняет, что такое реки Ну, давай, расскажи Река времени, что мы живём по реке времени Это очень важно, на мой взгляд Ну, я вообще не за этим зашёл Я услышал Первый, да Давайте так, первый Давайте задумаемся, да Вот, просто я всегда говорю таким людям Он мне рассказал, что река времени Первый, откуда он это узнал сам Нет, тут такое дело, что нет ни одного населённого пункта без реки Смотрите, да, как бы Что это за человек? Я с ним сталкиваюсь Я своё мнение уже сказал, что это за человек Я с тобой, именно ты завёл разговор Я хотел с тобой именно, ну, подключиться именно по этому поводу Вот вы сказали, что негры там всё, дрова А я вам скажу, что я учился в институте И очень плотно, очень хорошо дружил с негром из Танзании Маселия Бенедикт его звали А два негра учились у меня в группе из Гвинеи Канакри Одного звали СССР Альфа Фоде А другого звали... А другого звали... Валя, выключай микрофон, пожалуйста Ну, что ж ты делаешь? Да, это, сейчас, да, простите Ну... Всё, да, можно поговорить Пока видишь... Ой, я, я, да, мне с вами придётся попрощаться Мне собачек кормить надо Хорошо, спасибо А, класс, спасибо Пока Так вот, эти, да, вот, особенно... Особенно... Алло Да всё, я просто понял, что Оля будет долго выключаться Оля, извини, я тебя отключил, ну, отключил, в смысле, просто трубку тебе положил, чтобы фона не был Да, Николай? Особенно Маселе Бенедикт этот, он был настолько умница Он... В Танзании, там, ему надо было... У них был металлургический завод И вот им надо было специалисты металлурги И они нам прислали вот этого Маселе Бенедикта У него родители, преподаватели Вот Там в каком-то учебном заведении Ну, в институтах, короче Вот Он знал французский, английский, свой Ну, естественно, русский Вот Он прекрасно вообще общался Никаких проблем Он написал Вот он писал диплом по производству Ну, по сталилитейному цеху, будем говорить Вот Он писал диплом Сразу же переводил его на свой и на французский Потому что там в основном это как бы французская колония Вот Им был нужен французский Он сразу же его брал, ну, в работу Он не просто создавал какой-то условный диплом А создавал именно уже, что он приедет и будет заниматься этим заводом Вот Он потом мне писал, что Ну, им разрешали там в Танзании писать письма в течение трех лет После того, как они уехали из СССР Вот И вот за эти три года он мне написал письма Прости, там, начиная забывать русский язык Купил, взял себе пятикомнатную квартиру Вот Срочно ищу слюжанку А вообще мы с ним общались Ну, он, я его научил Они очень сильно удивлялись Что вот я знаю всякие прибалутки и так далее У него, да, действительно Глаза, они, вот белки очень сильно красные Он был совсем черный Ну, темно-темно-коричневый Такой, как черный шоколад И у него были вот такие вот крученные волосы Вот, как жожка Мне очень нравилось это трогать Ну, его волосы, я имею в виду Мы с ним очень хорошо общались Он приготовил блюда своей кухни Кстати, блюд своей кухни у них не было Он, основное блюдо, которое он любил приготовить Это рис он варил Очень вкусно Настолько, ну, вот рис, так типа что-то плова Но очень-очень вкусно Вот, мы вот это частенько У него была женщина здесь И вот тогда я понял Ну, женщина нужна была белая Нет, она не белая Вот в чем все дело Я тогда уже еще как бы не совсем соображал Потом я понял Она белый негр Это женщина Я ее знаю, я ее вижу и сейчас Они, женщины очень сильно мимикрируют Тут белых негров Ну, простейшие примеры я могу привести Так сходу Это, например, вот эта знаменитость Скандальная в России Такая еврейка Страшненькая такая Мордовая лошадиная Ну, там белый негр И, например, это как ее Певица у нас есть В России, в Украине Она часто очень Бьянка Тоже белый негр В общем, белых негров предостаточно здесь Я к чему клоню? К тому, что женщины Пусть вот вы как хотите там обижайтесь Ну, вообще тема не эта Поэтому мы продолжим В общем, мы очень хорошо общались Мы собирались Я мог ему сказать Что я недоволен Очень долгий монолог Нас восемь человек Нет, просто тут непонятно Хорошо Негр там В такой хороший Всякий человек А я при чем здесь? Вот как бы ты сказал Со мной хотел Я хочу сказать, что Никакой он не биоробот Он высокоразвит Стоп, а я когда говорил Что негры биороботы В какой момент жизни своей? Что-то я не могу Такого припомнить Это я сказала, Николай Ну, я быстро приведу пример Помните, я не раз говорил Даже в ряде исключительных случаев Чернокожий, краснокожий И белокожий Может быть сущностью Белорозового Ну, это ж один на миллион Как я все время говорил Николаю попался негр С душой белорозового Поэтому они нашли общий язык Ну, за грехи тяжкие Аватарку ему дали Негра влинчевал полжизни И вот белорозовый Ходит теперь Шкурки негра Это все мотивы А я прикушу язычок И не скажу что-то Правильное объяснение Мне всегда приемлемо Вот это я говорю честно Ну, и еще говорят, что Ну, ладно Я прикушу язычок Передаю слово Ну, смотрите Я скажу так Что среди любого народа Будь сам Пускай как бы кто не считал Что там скажут А, там Чукча какой-нибудь Да Даже среди таких людей Есть замечательные поэты Замечательные писатели Музыканты Да Среди любого народа Это есть Вообще любого Таких нет народов Которых нету Таких великих людей Которые могут творить Именно творить А это дано только от Бога Любим местный народ Которые здесь живут Якобы И мы писали Статьи Их подготавливали Их красили Их одевали Они вообще Ну, слава Богу Что умели рот открыть И сказать Здравствуйте, дорогие товарищи Все Им давали в рот Листочек Ой, в рот, пердон В руки Листочек И зачитывали Я сама им тексты писала Вот вам, пожалуйста Как делаются Всякие там писатели Композиторы Или Те, что поют А те, что поют Господи Там кошки по душе Скребли Но мы должны были Все слушать Как он хорошо поет Как там Одна палка Два струна Я хозяин Вся страна Ну, я понимаю Что встречаются Такие люди Которые действительно Ничего не умеют Это как раз таки Те люди Которые находятся Во всемирной известности Вот люди Которые на сцене Они петь вообще не умеют Они под фанеру Все поют Люди, которые Там Я там Великий поэт Он Ему пишет Целый коллектив Авторов Эти Как его Стихи Да Он сам уже давно Не пьет А те люди Которые Реально Реально Умеют что-то Они Их знают Но очень мало Они не имеют Всемирной известности Но такие люди Есть Это не значит Что если Вот попался Один бездарь Все бездарь В мире Конечно нет Все люди Есть И очень талантливые Среди каждого народа Поэтому нельзя Как-то грести Всех под одну гребенку И говорить Что все бездарь Вот только одни Там Одна нация Самая такая Великая Я скажу так Что Действительно Вот как Слава сказал Белорозов Их называет Да Вот как бы Вот эту вот Расу Можно сказать Хотя это не раса А народ Я считаю Потому что Совершенно Два разных понятия Любые изобретения Которые были Изобретены Человечеством Самые важные Действительно Сделали Люди Тогда Назывались Которые Общим словом Советские люди Советские ученые Их называли Если брать До советов То действительно Любые изобретения Опять сделаны Именно вот Светлокожими Людьми Которые Относятся К русам Так называемым Славянам Поэтому Действительно Как бы Ну а я Настаю на слове Раса Потому что Дело в том Что так как я Более Ну Да нет Давайте так 20 лет живу Здесь в Италии Жила в Испании И жила в Польше И тех Кого я видела Те кто действительно Способны Мысли превратить В материальное Это были Только раса Род асов Страны асов Это Так это и есть Слово народ Только иначе Переиначено Слово народ И слово раса Это одно и то Ну народ Да Народ Да я согласна Народ и раса Это наш род Род да Наш род В чем отличие Раса и народ Народ это народ Который живет на земле Да на своей На исконной земле А раса Это расселенные Народы Расселенные На другие территории Нет Это Род асов Страны асов Ты скажи Раса Слово раса Можно перевести Ну разложить По буквице Там получается Два варианта Белый человек Или роды асов Страны асов Понятно Если в английском языке Про нас так и говорят Раса Раша Ну букву с Они естественно Не выговаривают Поэтому нормально А так то они Говорят на нас Раса Белые люди Я понимаю Виталий тоже самое Имеется ввиду Что Все остальные Ну вот например Негр Не может быть Белым человеком Его нельзя назвать Раса Как можно назвать Раса негров Раса негров Белых людей Так же как и расизм Это виды людей Виды людей Роды людей Каких-то Но только Нет Дайте я скажу Сейчас будете У меня это Я хочу сказать Полчаса Это да Я скажу так Что раса Вот допустим Как там Род асов Страны асов Дахиневича И Детряхлеба Вот такого понятия Не было Если вы не в курсе Ребята А я Нет Это еще Говорил Если на то Пошло Левашов И это Между прочим Так как я Познакомился Я знаю Что Это у них взял На самом деле Это конечно Не было никогда Такого понятия Вот это они Ввели это понятие Это вы сейчас Перепросто говорите Словами людей Которые сами Написали это понятие Придумали Ну ничего страшного Я считаю Что То что Юра озвучил Тоже Имеет право На истину Помните Я всегда говорил 200 вариантов И каждый будет правильный То есть Конечно Да Это нормальная Здоровая дискуссия Даже И приятная дискуссия Дело в том Что Вот Насчет этого У меня есть Я должна конечно Подготовиться И показать Как На С итальянского Это обозначает В итальянском Обозначается Руссо Руссо Расса Понимаете Это только Относится К определенному Народу Пусть будет так А остальные Не называются Руссо 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 А называется Этния Это тоже Наше русское слово Этния Этния Так что В каждом слове Это ключ Любое слово Я когда не знаю Например Что оно обозначает Или я читаю Наперед Или же Я смотрю Этимологию Итальянского слова Потому что Итальянский язык И Ну Язык русов Большинство Своем Это украинский Белорусский язык И русский язык Так вот И я Это все Один Огромный язык Который нас разделили На каком этапе Я не знаю Я в этом даже не вдавалась Все говорят по-разному Пусть будет так Но что нас разделили Это так И все это Я когда разговариваю На итальянском языке 30% Это Здесь Язык Местного Местного населения Я могу На украинском языке Разговаривать Они меня будут понимать Вот смотри Всем Всем доброго дня Тут такая вот Тонкость Просто скажу и все Грушевский написал Украинский язык Украинскому языку 25 лет Грушевский в 1914 году Советский был 1917 Молончарским Сейчас Юрий Извини Два слова Тоже скажу Хотелось больше Ну первое Вот Хиневич В принципе Он как объясняет Говорит Из-за того Что произошла Подмена понятий То Надо писать Значит Раса То есть мы С большой буквы А то что мы Подразумеваем Под народами И под национальностью Писать С маленькой буквы Ну как бы В современных Уже устоях И сейчас у меня Вот вылетела мысль Сейчас чувствую Юра начнет говорить Я его перебью А вот что Юра Хотел сказать Просто Я вот Я с одной стороны Согласен с Юрой Я от него Не раз слышал Что Та речь На которой мы Сейчас общаемся Была и тысячу лет назад И десять тысяч Там Но она была Но не в том плане Вот я приведу Просто пример 120 лет назад Я возьму только Три известных Скажем так Концлагеря Белорусский Украинский И Российский Вот эти Их даже Польский Можно взять Три концлагеря Общались И писали На одном языке У нас его Принято называть Дореволюционный То есть Я теми и теми И речь была Немножко Была разный говор Где-то окали Где-то акали Где-то оттянули Вот А 200 лет назад Вообще был Ну мы Давайте назовем Старославянский язык Я уже показывал Книгу Как Вот Света видела Как из славянского языка Делали дореволюционный А потом из этого Дореволюционного Сделали русский Украинский Белорусский Да Давайте Юре Дадим Потому что Мы его все время Перебиваем Я полчу Забили Юру Да Юра Я просто хотел сказать Вот что Существует до сих пор Старая архитектура Единая Которая находится В одном стиле Постройка В одном стиле По всему земному шару Это как раз таки Цивилизация Древних русов Почему Раса Я сейчас буду Чисто свое мнение Я не буду Утверждать Что это именно так Потому что Не имею права Не был И не знаю В те времена Но раса Они расселились По всему Так называемому Земному шару Будем как говорить Как в официальном Источном По всей земле В общем Мы знаем Что викинги У них руны славянские Они используют Мы знаем Что викинги Это однозначно Обрусевшие славяне Сто процентов Почему немцы Викинги немцы Это в принципе Один и тот же народ Арии Тот же самый народ Обрусевший На другой земле Почему Вы просто не замечаете Русском языке Кругом подсказки Что вот Негры Вы их называете Татары Еще кто-то Смуглая кожа Есть простая подсказка Рус И белорус Понимаете То есть Белорус Это рус С белой кожей Рус Это рус Со смуглой кожей Это не значит Что все русы Это значит Все светлокожие Голубыми глазами Высокие И блондинистые Да там Волосы белые Два понятия Рус И белорус Их надо Немножко различать Подсказки В словах Остались до сих пор Вот именно Юр А здесь мне Разрешить Тогда тебе Сказать Белорус Это от того Что там Называлась Белая Русь Есть черная Русь А черная Из-за того Что это Низшая часть Территории Называлась Черная А червоная Черная Это не то А белая Это Какая она Подождите Это какая Это Если так смотреть Это правая сторона Называлась Белой стороной А левая сторона Называлась Черной Вот из-за этого Белая Русь И черная Русь А не из-за того Что они белорусы По Физиологическим Знаком Давайте тогда так Это утверждение Или это мнение Ну конечно Это за что Купила За что учила За то и продала Теперь дальше Отсюда родился Миф о татаро-монгольском Иге Татаро-монгольское Иго Это не что иное Как гражданская война Внутри одного государства Два народа Между собой Схлестнулись Темный народ Темный народ И светлый народ Никакого доказательства Существования Татаро-монгольского Ига Нету в истории И она не готова Предоставить Существование Этого народа Нету ни культуры Не найдены Ни остатки Монеты Украшений Ничего нету Потому что Это была глупость Жила спокойно Русь Развивала свои цивилизации А князья в это время Платили дань ханам Это чушь собачника Такого естественно не было Вот они два народа Черная Русь И светлая Русь Это не потому что Да там как бы Просто такая низина была Или вершина Не знаю А потому что два народа было Черные Это называли Как раз таки Вот людей Татар так современных Можно сказать Потому что Если мы поедем Сейчас в Монголию Это туда ездили Журналисты Действительно брали Интервью И спрашивали А кто такой У вас был Тамерлан Они говорят А кто это такой А кто такой Хан Баты А хрен его знает Они даже не в курсе Что было какое-то Иго И что когда-то Они взяли И захватили Великую Русь Они даже не знают У них даже В преданиях народа Нету таких легенд Вообще нету Редактор субтитров А.Семкин